Вот в этих воротах я начинал. Только была, конечно, не травка, а земля с камушками. Александр Синельников появляется на поле стадиона «Юность» пять раз в неделю. И все время с ностальгией вспоминает, как начинался его путь в большой футбол. Снова и снова переживает эти моменты, как наяву. В этот вид спорта маленького Сашу привел старший брат. Он был вратарем, и Александр Синельников тоже встал в ворота. Скучать в рамке не приходилось, хотя иногда и тянуло выбежать в поле. Футбол для него стал делом всей жизни. Однажды я сказал директору на собрании нашему, что футбол – это не вид спорта, это социальное явление. Это вообще другая жизнь. Ну, когда ты всю жизнь в футболе, ты этим живешь. Его первой взрослой командой стала «Атлантика». Футболист присоединился к коллективу в 1984 году. Затем Александр Евгеньевич был призван в ряды вооруженных сил СССР. Службу проходил в команде «СКА» из Одессы. Команда тех лет выступала во второй лиге первенства СССР по украинской зоне. Потом были молдавские «Тегина» и «Текстильщик». А в 1990-м голкипер вернулся в Севастополь в команду «Чайка». Карьеру закончил в 98-м, в 30 лет. Александр Евгеньевич вспоминает, уже лет в 20 он знал, что будет тренером. Его всегда тянуло к работе с детьми. К своему делу он, можно сказать, подходил фанатично, со всем усердием и любовью. И начал копаться еще. В 22-21 уже конспекты писал. В те времена не было этих телефонов. Заказывал в библиотеке книги, Лобановский, Бесков. И учился, по сути, сам. Хотя в институт-то поступил, но там специфики футбольные такой не дают, там общие. А по сути учился сам. Там взял, там взял. Потихоньку своя система, методика выработалась. Александр Синельников с гордостью вспоминает, что одним из его воспитанников является легенда севастопольского футбола. Многолетний капитан и вратарь ФК «Севастополь» Сергей Науменко. Сейчас Александр Евгеньевич тренирует юношеские команды на базе третьей спортивной школы. Ты будешь на его месте. Вы менять. И пошел по плану. Давай, начинай. Костя, Рома, Дима. Дима. И пошел за бегание. Его гучный, но в то же время спокойный голос ребята воспринимают легко. Но расслабляться себе не позволяют. Все знают, Александр Евгеньевич мягкий и до поры до времени. Обычно все-таки строг, но справедлив. И к своим подопечным требователен. Я с Александром Евгеньевичем знаком уже целых шесть лет. Принял он меня хорошо. Очень отличный человек. Мы с ним через многое прошли. И в первую очередь он научил не бояться. Он каждый раз, когда убирали ногу, говорил, нельзя этого делать. Нужно идти до конца в отбор и выгрызать мяч. Требовательный. Не жесткий, но строгий. Тренировки очень хорошие. Нагрузку дает нам. Готовимся к сезону. Александр Синельников не скрывает. Очень любит игроков, которые мыслят на поле. Ему не подойдет футболист, который слепо выполняет указания наставника, но не понимает, для чего он это делает. Я говорю, ребят, ноги не главное. Главное, что тут у нас. То есть, первое главное – профессиональное отношение к футболу. Как к своей работе. То есть, они должны знать, что, когда, почему, зачем. Не так, что сказал тренер. Побежались. Чего побежали? Зачем? Они должны знать. И это главное. На моем веку сколько талантов было, и они-то и не играли. А играли те, кто старались. Пусть таланта меньше. Приходили, трудились, спрашивали и росли вперед. Вот это главное. У него нет любимой команды. Но зато есть любимые тренеры. К примеру, очень симпатичная работа наставника Ливерпуля Юргена Клопа. В отечественном футболе импонирует тренерский стиль Владимира Федотова, главного тренера ЦСКА. А еще Александр Синельников всегда поддерживался принципа – не обязательно, чтобы его подопечные стали суперзвездами мирового футбола. Главное, чтобы они выросли и стали достойными людьми. Ну, в первую очередь, человеческими отношениями. Вот мне нравится, что многие мои воспитанники уже давно выросли. Звонят, приходят сюда на стадион. Профессионалы же не все будут. Выходят только единицы, кто пойдет дальше. А футбол с ними навсегда. И со мной, и они со мной навсегда. «Скандирование болельщиков» и гимн легендарной «Севастополь», звучащий под сводами одноименного спортивно-оздоровительного комплекса, до сих пор с теплотой вспоминает Александр Жабокрицкий. Ныне тренер спортивной школы номер три. Без преувеличения – легенда севастопольского футбола. Свой первый матч за нашу главную команду он провел в далеком 2003 году, последний – в 2018. Вместе с клубом побеждал в первой лиге Украины. Играл в украинской премьер-лиге против таких грандов, как «Киевская Динамо» и «Донецкий Шахтер». Это такой трогательный даже момент. И сейчас такие воспоминания приятные, потому что когда вот этот идет гул на стадионе, когда он просто забит. Эти эмоции, это вот это вот, мне всегда нравилась, да, вот эта радость болельщиков в конце игры, когда ты понимаешь, когда ты уходишь с поля и видишь вот эту искреннюю радость от того матча, да, который они посетили. Вот это доставляет удовольствие, это эмоции, которые ощущаются только непосредственно в игре. Вот, и это, ну, такой кайф даже можно сказать. Поэтому он по сей день не проходит, потому что он пройти, я думаю, никак не может. Уже после 2014 года с ФК «Севастополь» Александр дважды выигрывал чемпионат премьер-лиги КФС и один раз кубок Крымского футбольного союза. Прославленный футболист отыграл за ФК «Севастополь» 423 официальных матча в соревнованиях разного уровня. Забил 117 голов. Очень приятно, что до сих пор узнают, да, до сих пор многие вспоминают мячи какие-то, да, которые там были забиты. Вот, это действительно приятно слышать, потому что время не прошло тоже, ни год, ни два. Это приятно, значит, мы что-то сделали тоже такое интересное, что людям это запомнилось. С 2019 года Александр Жабакрицкий тренирует юношей в спортивной школе номер 3. Сейчас взял команду игроков 2008 года рождения. А работать с ребятами нравится. Экс-футболист получает огромное удовольствие от процесса, хотя бы потому, что чувствует, ему есть чем поделиться с подрастающим поколением, есть о чем рассказать. Макс, Макс, он к тебе идет, не надо ему так сильно давать. Ты ему сильно дал. Хочется донести, может, научить кого-то, не в целом, там, брать, да, допустим, команду, как там любят многие, не только у нас, а вообще надо побеждать, там, побеждать надо, но надо воспитать одного-двух людей, чтобы они в будущем стали, людей надо воспитать всех, чтобы они стали людьми. А чтобы стали футболистами, вот это вот тоже такой, скажем так, и вызов, и, скажем так, такая работа тренерская. Мне это нравится. Со старшими мне интереснее работать, потому что я еще, слава богу, могу им что-то даже сам показать, и для них это очень важно. И объяснить могу какие-то многие вещи. То есть, ну, стараемся научить. Главное, чтобы они думали. С ребятами Александр Жабакрийский, можно сказать, на одной волне. Пшутит со своими подопечными, где-то подкалывает. Но старается создать непринужденную обстановку в команде. Шире, Сань, не прячься. О, все по телевизору покажут, Сань. Прекрасный тренер, хорошее упражнение. Много всего хорошего для физики делается на тренировках. И много ударов, поворотов. Поворотом Чумова не хватает нашей команде. Хороший тренер, все понимает, рассказывает, что надо делать. Хороший, отличный человек. Из стен спортивной школы номер три по футболу, в которой занимаются эти ребята, за годы существования учреждения вышло не одно поколение талантливых мальчишек. Из числа воспитанников школы, заигравших на высоком уровне, можно отметить Олега Здаренко и Валерия Петрова, игравших в Симферопольской Таврии, Александра Гуйганова, выступавшего в Киевском Динамо, и молодежной сборной СССР, и многих других. Детско-юношеская спортивная школа номер три была создана в 1969 году приказом городского отдела народного образования. Сейчас в учреждении занимаются 649 ребят в возрасте от 5 до 18 лет. Есть и группы совершенствования спортивного мастерства старшего возраста. В спортшколе трудится 23 тренера. Здесь развивают как классический, так и пляжный, и девичий футбол, а также футзал. А воспитанники учреждения регулярно ездят на всероссийские соревнования, защищают честь города-героя и занимают призовые места, а часто и завоевывают золотые медали. Во многом это заслуга опытных и высококвалифицированных наставников, тех, кто растит будущих чемпионов, тренирует их выносливость и волю к победе. Светослав Данилов, Дельвер Меджитов, Новости Севастополя.